Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Анна Глазунова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие и интересные новости. Суденчество. Итак, сегодня в выпуске. Завершилась конференция под геном. Чем она запомнилась участникам? Состоялись чтения чудотворный казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации. Деньги любят счет, как научить финансовой грамотности детей и подростков. В Казанском федеральном университете завершилась конференция под геном. Что было в завершающий день мероприятия, узнаете в сюжете Артема Тупичкина. В Казанском федеральном университете завершилась пятая международная конференция пост геном-2018. Делегаты этой конференции стараются говорить на понятном друг другу языке. Это очень важно. И я вам скажу, что уровень этой конференции абсолютно соответствует самым высоким международным стандартам. Конференция объединяет ученых из России, Японии, Канады, Дании, Индии, Германии, Швейцарии, Польши и Ирана в области геномных и омиксных технологий. Для себя мы наладили контакты и обговорили шаги по дальнейшему сотрудничеству с учеными из Франции, из Германии в области микробиомных исследований. Во время закрытия конференции были подведены итоги конкурса «Молодых ученых». Жюри отобрало 9 лучших докладов конференции, среди которых две работы были выполнены молодыми исследователями КФУ. После официальной церемонии закрытия мероприятия состоялась встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и представителей Российской академии наук. На встречу было предложено рассмотреть возможность постоянного проведения конференции на площадке Казанского федерального университета. В этом случае преимуществом для КФУ является трансляция разработок в клиническую практику. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. 7 ноября в библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета прошла международная конференция по низкотемпературной плазме. Все подробности в нашем следующем сюжете. В Казанском федеральном университете проходит 10-я юбилейная конференция по низкотемпературной плазме. Ее целью является создание условий для объединения российских и зарубежных ученых, инженеров и технологов. Они решают такие задачи, как исследование плазмодинамики, плазмохимии, улучшение материалов применением низкотемпературной плазмы и другие. В рамках конференции прошла школа для студентов, аспирантов и молодых ученых, где они презентовали свои научные проекты. Применение низкотемпературной плазмы очень широкое применение, главное, начиная от материаловения для бута, косметики и так далее, и, конечно, заканчивая космическими исследованиями, сами понимая, что звезды тоже плазма. 8 ноября конференция продолжится в Академии наук Республики Татарстан. Участниками конференции стали студенты разных вузов Казани. По результатам конференции лучшие доклады будут опубликованы в международных журналах «Скопус» и «Вэп оф Сайенс». Анна Глазунова, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универньюз. 3 ноября в канун Дня народного единства состоялись вторые научно-просветительские чтения «Чудотворный казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Подробности в следующем сюжете. 3 ноября в Казанском федеральном университете и еще на трех площадках в Казани стоялись научно-практические чтения «Чудотворный казанский образ Богородицы в суде». Традиционно университет всегда, как я уже говорил, до 1918 года поддерживал отношения с Казанской семинарией, с Казанской академией духовной. И многие профессора Казанской духовной академии работали в университете, равно как и наоборот. На базе университета прозвучали доклады, посвященные образу Богородицы в литературе, воспитательному и образовательному потенциалу иконы. На данный момент Казанский федеральный университет активно принимает участие в проектах Казанской епархии. КФУ в последние годы достаточно резко инициировал свое участие и взаимодействие со всеми традиционными конфессиями, представленными в Татарстане. Сейчас устанавливаются очень тесные взаимосвязи с Казанским университетом, Казанской духовной семинарией. У нас подписано сотрудничество уже несколько лет, действует оно между семинарием, университетом, институтом востоковедения и исламским институтом города Казани. Взаимодействие сейчас есть, есть хороший диалог, он налажен и надеюсь, что впоследствии это будет только развиваться. За прошедшие два года возрос интерес ученых, богословов, деятелей культуры и образования, религиозной и светской общественности, духовному и культурному значению, Казанской иконой Божией Матери и Казанскому Богородицкому монастырю. Это обусловлено активным духовным строительством в Татарстане, а также согласно указу президента Республики Татарстан Рустам Мениханова от 4 ноября 2015 года строительством собора Казанской иконы Богородицы. Как интересно, используя провести свои каникулы, знают елабужские школьники. Участники лагеря КФУ «Умники» поделятся своими впечатлениями от проекта в следующем сюжете. Образовательный лагерь КФУ «Умники» вновь начал работу в Елабужском институте КФУ. Он стартовал 31 октября. Для детей были организованы все условия, в которых им удалось раскрыть свои таланты. В этом сезоне четыре направления. Лингвистическая школа «Полиглот», где ребята могут заниматься изучением иностранных языков по нестандартам, методикам, школа ютубера для тех, кто желает познать секреты успеха видеоблогеров и эффективные приемы современной журналистики, роботы техника и геометрика для любителей конструировать и вычислять, а также новое направление – школа «Театр КВН», где можно овладеть азами актерского и сценарного мастерства. «В лагере мы изучаем разные приемы в театре, как дольше задерживать дыхание, как правильнее выражать свои мысли. На КВН мы пишем шутки, сочиняем вопросы, дописываем песни». «Мне очень нравится, потому что интересно и получаешь что-то новое». «Мы учимся работать в команде и быстро придумывать интересные различные решения для различных проблем». Кроме того, в лагере действует программа по подготовке к ЕГЭД для старшеклассников. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс. Как научиться экономить, копить и инвестировать деньги ребенку? И как не попасть в руки финансовых мошенников? На эти и другие вопросы отвечают преподаватели Республики Татартан. Они представили свои авторские уроки по финансовой грамотности. Сформировать грамотное финансовое поведение у школьников – одна из задач, которую реализуют педагоги Республики Татарстан. Уже с раннего возраста необходимо объяснять детям, как правильно обращаться с деньгами. «Сейчас, конечно, они владеют пока небольшими суммами. Это карманные расходы. Но уже ими, соответственно, тоже нужно уметь грамотно управлять, для того, чтобы не попасть в руки недобросовестных людей или даже финансовых мошенников. Такие знания, конечно, нужно закладывать еще в школьном возрасте. Именно эту задачу мы как раз-таки ставим перед педагогами Республики Татарстан». 2 ноября в Национальном банке Республики Татарстан подвели итоги конкурса «Лучший урок по финансовой грамотности», который проводится уже второй год подряд. Участники конкурса претендовали на победу в пяти номинациях. Победителем в номинации «Лучший урок по финансовой грамотности» в 8-11 классах стала учитель русского языка и литературы лицея Лобачевского Казанского федерального университета. «После того, как мне сообщили о призовом месте, радость просто меня переполнила. Я была горда за то, что я работаю в таком учебном заведении и что наше сотрудничество с университетом дало свои плоды». Ольга Лапина учит школьников финансовой грамотности через чтение кредитного договора «Разбор его составляющих». «Мы разбираем с ребятами задания по финансовой грамотности, читаем, например, кредитные договоры, отвечаем на вопросы по этим текстам. Не любое произведение художественной литературы позволяет развернуться в сторону финансового обучения, но тем не менее мы находим в художественных текстах какие-то ситуации, моменты». Жюри оценивало авторские методические разработки по многим критериям. Это актуальность, универсальность методов и оригинальность. «Есть работы, где привлекались какие-то необычные методы. То есть там не просто рисунки, видеоролики и так далее, а там, я не знаю, люди торты пекли, еще что-то». Вот учителя, которые действительно присылали какие-то совершенно необычные, нестандартные подходы. И, конечно, детей это всегда очень привлекает. Перед каждым педагогом стояла задача разработать собственный авторский урок по финансовой грамотности и опробовать его в школе на занятиях. «Есть практически с начальной школы должны овладевать знаниями и навыками финансовой грамотности, потому что в нашей жизни мы повсюду сталкиваемся с этими проблемами, с этими вопросами, начиная от того, сколько денег потратить в столовой, заканчивая действительно ипотекой, кредитными договорами». Такой конкурс позволяет отслеживать уровень преподавания и финансовой грамотности в Татарстане. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok